Теперь возьмем больше розового и место, где у нас виноград, наметим. Здесь позволительно любая приблизительность. Главное, чтобы они чуть-чуть друг друга заслоняли. Что в ягодке важно? Есть свет, есть тень. Свет, тень. Вот это светлое, это рефлекс света от отраженных светлых поверхностей. Свет ударился и вернулся на теневые места. Но теневые места не так светлые, как световые. Две теневые почти объединились друг с другом, имея только малое звучание разделенности. Собственно, в этой гамме узнается классическая палитра живописи. То, что мы видим на картинах прежних мастеров. И все богатство цвета произошло. И уже тактильное общение началось. Коричневый. Вы видите, что у нас много там коричневого. Розовый. Белило. На этом этапе ошибиться в цвете почти невозможно. И те, кто побаивается цвета. По идее. Да и по рисунку здесь бояться практически нечего. Главное найти место расположения основных предметов. Ну, близко к тексту. И появляется туда уход. Вроде пустяк. Могло бы быть просто стеной. Но он, даже если там его не было бы. Стоило бы такое сделать. Опять вытер кисть. И той же кистью. Делаю прорывы воздуха. Которую уже один раз делал. И сейчас финишную укладку этих прорывов делаю. Вот. Задача, я думаю, заметная, не сложная. Вот. И если вы будете находить в интернете художников или подобные сюжеты, фотоматериалы, пробуйте вот такие не сложные задачи. Пока не научитесь хорошенечко смешивать. Некоторое время посидите на простых задачах. для того, чтобы хорошенечко привыкнуть к палитре. На палитре, а сразу здесь смешивать. И делаю тонирование холста. Ждем 10 минут и начинаем работать. А, вот эти пигменты продаются в каждом строительном магазине. Для радиаторов практически в каждом. Так что покупайте и пользуйтесь. Сэкономите краску. Сэкономите время. Стоит это очень все дешево. Такие же белила, только в тюбиках, акриловые белила в тюбиках для художников, в пересчете на вес и на консистенцию, будут стоить в 10 раз дороже. Потому что на художниках наживаются эти фабрики. И на вашем незнании. Вы теперь знаете, и вам будет полегче. И набираю масляный слой. А, что касается, благодаря белому акрилу и негустому слою, темность есть, но она практически, вот этот слой акриловый, равен акриловому холсту. Поэтому без акрила не стоило бы делать. Пусть лучше бы оно было еще светлее, но все-таки, чтобы белило, дали вот эту родственность грунту. Больше синего. И теперь уже с желтым. Мы все еще в скупой палитре находимся. Мы не прибавляем лишний цвет. Дополнительные цвета, которые есть в продаже. Много случайных прикосновений получается. Нечаянных. Которые часто даже в мастихиновой живописи обыгрывают картину своими случайностями. И вот такой немножко мозаичный характер укладки. А мозаика своей грубостью красива. Домичек. Линия угла дома частично смотрит в центр. Вот туда вот. Вместо пересечения диагонали. Но все-таки чуть в стороне. Разгребаю краску. Один массив заслоняет другой. Второй третьего заслонил. То есть вот эти темные впадины массивов задал. так, смотрите. Если вы будете внимательны, соблюдете уровни рисунка, соразмерности предметов, вы помните, да, что над домом дом помещается, то по идее проблем с написанием этой картины не может возникнуть. Поэтому потренируйтесь. Заодно и по мастихинам почувствуете. Конечно же голубильца. Розовильца. Больше белилец. и уже структуру воды, которая вот такая, вот такая, начинаю наращивать. Перемалывается один цвет в другой. Но при этом есть единство их, потому что этот цвет помигивает в промежутках в зеленом. ну, в бирюзовом. Море такая среда, которая исполнена всякого произвола. Поэтому мы можем импровизировать, даже срисовывая или копируя картину другого мастера. Та вода, которая попала на свет, то есть это гребень, а за ней освещенная площадка, будет у нас с легкой теплинкой. Розовый с коричневым даст эту теплинку. То есть как цвет света. А здесь коричневизна, розовизна и голубизна создают эффект возбужденной гальки или песка, кому как захочется. Вот, ну и, пожалуй, хватит. Знакомьтесь с морем, с идеей моря. Очень много людей ее очень хорошо чувствуют, эту идею моря. И я думаю, что некоторые из вас со мной согласятся. Вот они белила, вот он красный, вот он зеленый. Акрил высохнет моментально, вы уже знаете об этом. Белильца, розовильца, чуть-чуть желтенького. розочка одна, розочка другая. Напоминаю, что наша задача научиться не бояться изображать. Розочка третья. На темном оно очень быстро и выразительно произошло. И по-прежнему мы с вами в этой палитре скупой и никаких проблем не возникает. Самая главная ваша задача научиться не бояться. Если у вас в эфире, если у вас какой-то кусок не получается, да, вы видели, я сбриваю, заполняю другим цветом. А если получается, наоборот, пляшу вокруг этого места. Постарайтесь и вы вот так нахальненько порисовать сложнейшие цветы розы. Вот вот это вот нахальная их подача она выручает. Розовый уже появляется феолетовизна. И даже припачкаем чуть-чуть коричневым. Вот я аккуратненько беру его от края. беру от края розовый и уже цвет потухлел. Чернявый цвет происходит. Еще коричневого. мы будем делать некоторую импровизацию на тему. Поэтому еще синий коричневый. поэтому не устремляюсь к точному копированию. Причем пробовать можно например здесь. Вот к краям подойти можно попробовать здесь. И так всегда поступать в картинах. поскольку здесь у нас будет обильное белило то можно пробничек сделать здесь здесь потренировать сбрасывать красочку с края мастихина сдавливать ее сдавливать с края мастихина в безопасном месте. есть места где скользящий свет и есть места где прямое попадание здесь скользящий мастихин конечно же творит произвол и нас этот произвол устраивает облако оттеняет своим дымчатым звучанием оттеняет грубость скальных этих ребер вот такой урочек нехитрый но мне кажется очень полезный рекомендую вам выполнить и побольше поотучаться бояться понятно что первые шаги с мастихином может быть будут не совсем уклюжие но схема простейшая свет тень для того чтобы уравнять идею грунта и тонирования вскрою холст избавлю его от белости розовый голубой получается почти черный цвет если не добавлять белил то что будет лимон 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 Продолжение следует... 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 Нам надо... Продолжение следует... 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 Это так называемый свет из-под теневой. Теневая головы, из-под нее свет, который дает эффект пространства за головой. Ну, я думаю, из этого не надо уже устраивать великую картину. Но в целом вы видите, что в три краски можно работать с телом. Если бы мы еще подключили кадмий красный, охру, она была бы еще богаче. Но и это вполне в цвете. И при этом это не грязаль, то есть как бы только коричневые, а это в цвете вполне. И голубизна мигает, и краснинка, и даже охринки мигают. Вот такая, на мой взгляд, очень полезная задача. Все. Вставляются и забиваются до того момента, чтобы расширилась вот эта щель. Увеличивается периметр, периметр увеличивается подрамника. Есть такое понятие, как скупая палитра. Но, скажем, производные этих цветов, это и кадмий красный, к розовому, да? И охра, например, охра желтая, в компанию к желтому. Вот вроде бы кисти, да? На самом деле, очень плохого качества. Это все синтетика, имитирующая щетину. И я проговорил, что из этих красок можно смешать все, что угодно. Эти цвета тоже могли бы быть в тюбиках, которые... Был бы какая-нибудь парижская зелень, какой-нибудь кобальт зеленый светлый. Какая-нибудь сине-зеленая, сложная серенькость. Она не просто черный, разбеленный черный, да? А какой-то богатый цвет. Вот тоже серый, но уже больше в нем теплости. Чтобы освоить эти сложные оттенки. Чтобы привыкнуть к тому, что можно вытворять все, что угодно. И понятие грязцы. Вы уже увидели, что это проявление серого. Проявление серого. Проявление фиолетовости. Зелености. То есть, перед началом работы, те оттенки, которые у нас задействованы в картине, понакидать, понакидать, чтобы не бояться этой краски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...